Готовы ли вы для одного из самых интересных времен вашей жизни? Не прекрасно ли, когда изучаем Библию, это просто интересно. О, я просто должен прочитать эти стихи. Нет, вау, смотрите, это Писание. Давайте мы приветствуем Денри Бергиги. Давайте мы встанем и похлопаем для него. Он просто прекрасен, мы настолько рады. Доктора Дэни. Джил, если бы ты смогла подойти и помочь. Вы можете присесть. Я хотел бы сказать чуть-чуть об этом самом прекрасном человеке, которого я очень уважаю. Кто из вас слышали, как он учил раньше? Кто раньше не слышал, как он учил? И вы очень будете удивлены. Он еврей, израильтянин. И он один из лучших учителей еврей в Израиле. Как есть английский. Есть учителя английского, который учит английский. Он еврейский учитель, который учит еврейские евреи. Его зовут люди высоко в Израиле. И так, он даже преподавал еврей в Аризона университете. Он был одним из профессоров там. И он знает еврей лучше, чем какой-либо другой человек, который говорит на еврейском. У него есть прекрасная дочь, которую зовут Нога. Мы лично знаем. У него есть внуков, которых мы знаем лично. И они сейчас активны в битве в Израиле. Один из них даже в Газе. И вот человек, который посвящен Израилю. У него есть три внука. И он старается узнать, что происходит, как у них дела обстоят. У него есть также несколько книг, которые я написал. И есть две книги. И также веб-сайт. Hebrew1.com Итак, Hebrew1.com Итак, Hebrew1.com Если вы хотите выучить этот язык еврей. Итак, мы настолько благодарны ему. И он просто прекрасный, добрый друг. И благодарим. Это было настолько просто преувеличено. Итак, и даже забыть то, что он мне сказал, это будет тяжело. И я хотел бы сказать одно. Я не хотел бы... Я чуть-чуть говорю о том, что происходит в Израиле. Я скажу об этом очень вкратце, перед тем, как мы будем изучать Тору. Несколько лет тому назад, или годы тому назад, я знал кого-то. И «Вкус Израиля» — это была радиопередача. И мой директор — доктором санитории. И она сказала мне некоторые сенаторы, как сенаторы думают, и как о мнениях и идеях тех, кто избирает их. Или... И я узнал, к самому удивлению. И им очень нравятся рукописные письма. Да, тогда были факсы... И имел, скажем, 60-40... А рукописная — это где-то очень эффективный способ достичь. Потому что и кто-то взял время, чтобы написать им на своей рукописью... И поставить штампик почтовый. Это значит, что есть многие другие, которые думают то же самое. Но есть это... Но в каждом обществе есть эта спираль молчания. Итак, в большой конференции во Флориде... Был человек, он был главой той группы там... Он сказал, «Мы хотим помочь Израилю». Он был лейтенантом... Бывшим лейтенантом... И он говорит, «Я хочу взять оружие, я хочу воевать за Израиль». Но нет, не в этом нуждается Израиль. В чем они нуждаются? Это показать ваше сердце и сострадание через те каналы, которые могут использовать американцы. Это демократия. И вместо того, чтобы брать оружие... Да, всегда молитва — это прекрасно. Но также возьмите простое письмо, написанное от руки, рукописное. Узнайте, кто ваш сенатор или конгресс-человек. Я говорю, здесь и в других местах. Люди смотрят нас. И напишите личное письмо. И скажите, и свою поддержку Израилю — это будет большое, очень великое, важное, то, что вы сделаете как верующие, потому что мы... Мы не воюем здесь обыкновенную войну. Это силы любви Бога против сил мрака и зла. И это просто чуть-чуть... То, что пастор Марк упомянул, это чуть-чуть просто те злодеяния, которые они сделали там, он описал. Итак, это глубокие сатанинские силы. Я не могу даже словами писать то, что произошло. Но вы знаете, вы смотрите новости. Вы получаете большую часть того, что происходит, но это не все. И вы смотрите на телеканалы, они BBC. Знаете, те, кто... Их историю велики во время Второй мировой войны. И BBC. Это не только BBC. Большинство медиев по всему миру, они берут... Берут точку зрения Хамаса. Те силы зла, даже не проверяя факта, мы говорим о величественном институции МИДИ. И они даже не просят прощения. И этот сантимент происходит в американскую МИДИ, в средства массовой информации. Может быть, меньше, но все равно видно остатки этого здесь. И нашли в Израиле, что... Дом в большом... Это не был госпиталь, это была парковка. Это произошло из-за... Это... Там взорвалась эта ракета. Говорит, 30 аж до 100 людей. Но не 500. А на ABC и другие, они все равно повторяют этот номер. Они очень медленно, чтобы адаптироваться к фактам. И это время, когда лжеинформация побеждает. Это война между ложью и истиной. И пастор здесь показывает многие вещи на протяжении нескольких последних месяцев, о теологии замещений. И теология замещений имеет корни в антисемитизме. Это не просто ошибка, которая произошла. Это очень умышленно. И я слышу, и я слышу эти... Эту ненависть. Ненависть к народу израилевому. И это даже отражается с разными массовой информацией здесь. Я остановлюсь здесь, потому что... Это то, что горит в моей душе сейчас. Итак, мы остановимся здесь сейчас. И мы сейчас будем смотреть на тревакторы. И мы будем это делать в школьном методе. И я хотел бы добавить, если можно, нечто, что вы... То, что вы... Бывает, не видите. И я хотел бы добавить точку зрения и показать... Очень легко пропустить. Очень легко не увидеть. Итак, есть верх... Верхный уровень или поверхностный уровень. Есть глубокий уровень. Это скрытая информация. Очень маленькая, но очень драматична, важна, очень важно. Я говорю с пастором несколько, и мы начинаем кричать. И он все равно один из самых лучших училий, которых я имел. И люди Израиля знают его. Я представляю его многим израильянам, потому что, когда дело идет... Знаете, он как ученый, пастор Марк Биллс, как ученый, детектив, он сидит с микроскопом, он сидит с Библией, он знает, как... и сколько было тому в то время, как будто он был там. Он не смотрится достаточно старый, но он знает, как будто он был там. И знаете, в начале... Я встретился с пастором Марком, я думаю, а, преувеличение, как он знает это все? Но с годами... Что я, чтобы... Ну, я проверяю. Я думаю, удивительно. И некоторые израильтяне, они очень скептичны пасторов в Америке, но они начинают видеть силу. Ты должен быть на израильском телевидении когда-то. Итак, Израиль должен научиться не считать тебя. Итак, я хотел бы пройти как бы в школьном стиле. Мы будем это читать, как... Вы все знаете эту библейскую историю, но я постараюсь показать эти важные, интересные пункты. Я прошу вас, чтобы вы сосредоточились на двух личностях на еврите или на двух буквах, и вы увидите, как они очень интересно проявиты через всю историю нашего отрыва Торой. Итак, это две буквы. Это Бейт. Кто из вас, если вы знаете еврит, вот сейчас время. это часть вашей ДНК. Знаете, в тот момент, когда вы родились, вы не осознаете, но если у меня есть время, я покажу, именно как. Учите еврит. Две буквы Бет и буква Ламед. Они равносильны Би и Л на английском, или В и Л на русском. Итак, я покажу вам, насколько они интересны, и как они интересно провиты и являются частью этой истории. Итак, это долгая история. мы пройдем. Итак, вы уже знаете все, было много книг и комментариев, написанных о нем. И на евреите это значит «праведен и невинен». И слово «тамим» значит «невинен». И он был невинен в его поколении. А что это значит? Вы, может быть, слышали это. Все знают. Если вы не знаете, это значит интерпретация многих здесь, что он был не полностью «праведен». и по сравнению с некоторыми другими поколениями, он был «праведен», но он ходил с Богом. Итак, вы ходите с Богом и вы и кажется, есть какие-то контрадикции здесь, которые... Итак, у него есть три сына. Сим. Но на самом деле с Богом нету... Итак, Сим, и это значит имя. Это вторая часть нашего изучения сегодня. Имя, мы будем говорить об имени его имя. Сим означает имя и также «хам». пастор говорил о нем и Иофет. И я перевожу из английского на английский. Итак, «И земля была полна нечестия и насилия». и «хамас». «Хамас» это кража и насилие. Это красть. И смотрите, что сделал «хамас» в Израиле. Они взломались или ворвались. Я не знаю, если люди знают. мы видели видео. Обыкновенные люди, члены из Газы вместе с «Хамасом». Они говорят приблизительно 3000 людей в том нападении и многие из них были члены. Невинные. Я не говорю, что все люди Газы невинные, но те, кто вошли, это были обыкновенные и мы хотим помочь тем людям. Мы хотим помочь тем людям, которые вломали в сказу, а те, которые сейчас там находятся именно в порабощении или являются заложниками в Газе, они международные медиа не столько заботятся. Итак, что они делали? Они убили людей, они насиливали, они крали, и кража, и насилие. «И выстрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, и он наблюдает за всем этом, и вся история одной, если вы смотрите на это, давайте, с дроном, вы будете наблюдать, с высока, не просто с уровня этой земли, а выше, вы увидите историю нового начала, история нового начала, вы постарались что-то, и дали шанс, определенное время, оно не работает, и Бог, Он заново, как бы, все начинает, я вам покажу об этом чуть-чуть позже, как бы, этот перезапуск, и сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лица Мое, ибо земля наполнилась от них злодеями, это хамас на еврейском, и вот, он говорит, я истреблю их с земли, и вот нечто очень интересное, вы не увидите это на английском или русском, мы даже об этом не говорим, пастор, он, в вашем английском переводе написано, что Бог сказал ему, сделай себе ковчег из дерева гофер, вот все, что вы знаете об истории, но это не все, что он сказал там, я вижу, пастор старается увидеть, что там недостает, есть еще одно слово, которое он говорит там, он асей леха и слово леха, которое имеет эл там леха леха слово леха значит для себя, но оно имеет и утешительное и этот эффект утешения, я могу сказать человеку сядь или на иврите или шев леха шев это сядь а шев леха более успокаивающее оно подкрепляющее утешающее если сказал сел то все сели само слово сядь это тот кто говорит он ожидает от вас немедленного результата вы не можете просто там вразляшку нет но если кто-то сказал вам шев леха это значит возьми займи время сядь это успокаивающее подкрепляющее утешающее и умедляющее процесс и это объясняет то о чем мы говорили здесь это заняло долгое время построить этот ковчег он не сказал построить ну быстро быстро я уничтожу землю ой ой надо работать в 2-3 раза больше и по ночам нет 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 как написано здесь в 14 стихе сделай себе ковчег сделай для себя сделай себе видите я хочу чтобы ты хорошо это построил успокойся расслабься полагайся на меня да срочно бог говорит земля полна нечестия злодеяне ну займи время построй итак это интересный интересная мысль нету там потому что они не могут перевести этот лоха и знаете это также происходит в следующей неделе в отрывке тори следующей недели даже я надеюсь вы будете там потому что пастор марк пригласил меня провести этот удивительный отрывок тори я даю вам признаменование есть там также это льха и вы строите и так дальше и знаете размер 300 локтей и даю всю информацию и сделаю там окно и вот с чего мы начали помните две буквы на иврите б или в и л или л л и говорит он и вот бог это я сам лично и вот я наведу на землю мабуль и слышите б и л в и л и мы опять и опять мы встречаться мабуль это как буква б и л и так я наведу на землю мабуль маим потоп водный чтобы истребить всякую плоть посмотрите смотрите на детали здесь ну уничтожу всю плоть ну конечно мы понимаем что это значит чтобы истребить всякую плоть в которой есть дух жизни под небесами под небесами все детали очень показывает то что никто не сможет убежать от этого это опять происходит и мы будем говорить об этом в следующей неделе об этом удивительной об этой удивительной главе удивительном этот принцип того чтобы не делай ошибку кота и чтобы забить последний гвоздь под небесами все что на земле лишится жизни это как бы забивает последний гвоздь в тот гроб и смотрите сколько деталей чтобы сказать Бог говорит это его намерение но но я поставлю но с тобой я поставлю завет мой и войдешь в ковчег ты и сыновья твои и жена твоя и жены сынов твоих с тобой и введи также в ковчег из всякого скота и всех гадов и из всех животных и от всякой плоти по паре чтобы они остались с тобой в живых и то же самое с птицами и так же ты возьми с собой всякая пища какую питаются и собери к себе и будет она для тебя и для них пищей и сделай но и все как повелел ему Господь Бог так он и сделал он как бы исполнил до последней буквы он сделал все и исполнил все до последней буквы опять удостоверясь в том что он сделал все то что Бог повелел ему ты весь дом перейди к ковчегу и опять он оправдывает причину почему но избран быть человеком это имеет очень важную важную часть играет важную роль в перезапуске творения или земли потому что я видел тебя как как праведного в этом поколении вводи ты и все семейство твое в ковчег ибо тебя увидел я праведным передо мною вроде сём он говорит вроде сём я видел тебя праведным передо мной и ограничивая это ограничивая почему Бог должен ограничивать праведность ноя как бы есть великие аргументы через все поколения но мы не будем задумываться об этом и возьмите семь и семь шива и номер семь и посмотрите очень удивительная фраза здесь и всякого скота чисто возьми по семьи мужеского пола и женского на иврите написано человека и его жену а почему почему Бог не мог сказать и потом дальше написано он и говорит дальше о искотании чистого по два мужеского пола и женского и здесь он говорит о чистых животных возьми семь дважды слово семь мужчину или человека его жену это то слово сочетание которое опять какое дело здесь жены когда речь идет о животных жениться ли не как люди но это то что используется там в библии и мы не должны сомневаться что есть намерение или нет и нет ошибок библии и это очень важно переводчики на английском я никого не унижаю но я с пастора вы не знаете сколько времени мы проводим пастор показывает мне есть вещи которые кажутся а не ошибка как будто как будто они ошибки кажутся в библии и многие я не могу дать вам где мое время мне надо знать многие вещи которые кажутся ошибками но на самом деле они не ошибки наиврите не как в каком-либо другом переводе библии мы мы все равно оставляем то что нам кажется ошибкой мы ставим и ставим слово а потом а потом показываем в скобочках может быть это слово передозначает или означает это но мы не стираем то что нам кажется ошибкой оно там находится в тексте и вот причина почему библия на иврите она в такте и она одна к одной той которая была дана мосею на горе сина а в английской библии переводчики взяли на себя ту свободу чтобы изменить и сделать ее так как им кажется правильным и мы говорим о людях здесь людях которые здесь имеют дело с писаниями и вы не найдете две библии которые имеют то же самое словосочетание даже переводы царя короля есть новый перевод короля Иакова и другие переводы также короля Иакова и все они отличаются до определенной степени и мы понимаем что важность этого чтобы это можно было передать эту информацию людям разного уровня и статуса но а что если есть большая разница и и пастор покажет вам некоторые вещи я также покажу вам определенные вещи именно когда дело идет о теологии замещений и некоторые ошибки они естественные и они позволительны на человеческом уровне например человеческий недостаток когда мы рассказываем историю а некоторые это то что пастор Марк показывал мне он очень настойчиво говорит об этом есть это то отклонение отклонение от писаний умышленное и это не значит что вы не должны любить свою Библию хотя вы делаете на своем языке это святое и это дух и дух приходит часто через эту Библию но я смотрю я так же именно читаю Библию в силе духа но так же я и хочу проверять слова и мужчина и его жену я не знаю почему это так это не это не человек его жена это животные но так написано и дважды это написано а из кота нечистого по два мужеского пола и женского а на иврите это мужчину и женщину так же и из птиц небесных чистых по семи и для птиц это слово мужеского пола и женского пола так и переведено и из всех птиц нечистых по две мужеского пола и женского опять о чистых животных о чистых и нечистых животных говорится мужчина и его жена мужчина и женщина или муж и жена на иврите это так словосочетание поставлено и опять семь семь все семь все сосредоточено вокруг всем это ваш любимый номер вы много можете почитать я многому учусь семь лет это значит тысячелетие и так далее и семь семь это 49 и следующий день следующий год или следующий большое следующее большое событие это юбилей какие интересные вещи пастор марк показывает здесь знаете вещи которые которые можно учено проверить не просто не просто история о каких-то печеньях а то что наса может подтвердить великие события но кто-то должен раскопать раскрыть их ибо через семь дней теперь здесь еще один интересный пункт ибо через семь дней я буду мамтир это кидать воду из неба а на русском изливать дождь буду изливать дождь на землю это как бы на еврейте намного сильнее как будто я буду это велик великое количество воды буду низвергать на землю на протяжении сорока дней истреблю все существующее что я создал с лица земли и опять это первый раз вот опять перезапуск который произойдет перезапуск я сотворил что-то оно не начало идти в то направление в которое мне нравилось идти не то как он ожидал или не ожидал а то как ему нравилось или не нравилось ибо об этом идет речь и ной сделал все что Господь Бог повелел ему ной уже было 600 лет как потоп или мабуль как потоп водный это имеет б и л мабуль помните букву б и л во все что связано с уничтожением с замешательством это буква б и л они там находятся когда речь идет об этих вещах и потоп водный и заметьте словосочетание потоп водный перешел на землю и так у нас есть ясное показание что это люди которые люди которые знают эту историю на протяжении годов после что произошло они сказали ну дождь шел 40 дней 40 ночей нет но сделал все что Бог ему повелело ему было 600 лет и вошел ной и сыновья его и жена его и жены сыновь его с ним в ковчег от вод потопа и опять все вошли в ковчег от вод потопа и седьмой стих и в девятом стихе и так он более не называет их мужчиной и женщиной он называет их мужского и женского пола вошли к ною в ковчег как Господь Бог повелел ною и через семь дней воды потопа пришли на землю это Мабул вы слышите буквы Б и Л и это потоп который пришел на землю и так дождь шел 40 дней и 40 ночей но вода была 150 дней над землей а только 40 дней и 40 ночей шел дождь все что лето произошло нет еще что-то произошло что еще просадило там 11 стих в шестисотый год жизни Нойва во второй месяц в 17 день месяца в сей день развезлись все источники великобездны и окна небесные отворились и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей и так развезлись все источники великой бездны и окна небесные отворились а на еврейте это дымари небесные отворились робота робота это робо это это как дымарь нет никакого никакой критики здесь это тоже самый смысл здесь просто интересно как на иврите именно написано и лился на землю дождь 40 дней и 40 дней и вода пребывала сверху и снизу что на самом деле произошло во время творения помните я не могу больше вдаваться в детали но идите проверьте бытие в начале притворения бог разделяет между двумя двумя водами одно над и другое под и он называет то воду который тот водоем который сверху это небо и на иврите это слово шайям это уже подразумевает собой истину историю потому что слово для воды на иврите это майм а слово для неба это шаммайм и так слово небо включает в себя слово воду и так что произошло там в притворении это важно и многие из нас не видят это притворение это разделение воды которая под землей и от воды которая над есть земля есть небо и вот приходит уничтожение и это именно сочетается с историей теперь вода сверху она опять соединяется с водой которая под землей и они производят хаос это совмещение этих вод которые под и над землей и так он очень ясно здесь соединяет то именно объясняет это на словании того как он сотворил землю и так но опять и написано длился дождь 40 дней и 40 ночей и так 40 дней и 40 ночей есть мы как бы помним потом на протяжении 40 дней и 40 ночей а не думаем о тех водоемах которые играют даже более значительную роль в уничтожении чем те воды которые были сверху чем тот водоем который был над землей ну дождь лился 40 дней и 40 ночей а как это долго все заняло это 150 дней и вода все еще пребывает а дождь останавливается после 40 дней и 40 ночей а почему вода все равно еще поднимается она идет вверх вверх и вверх хотя дождь перестал это не дождя это то что мы видим здесь она из-под земли намного больше воды пришло из-под земли и это завершило не полностью но частично завершило или этот откат или это как бы было обратное реверсное реверсный эффект творения если можно сказать и давайте дальше мы посмотрим и вошли к ною в ковчег по паре мужского пола и женского от всякой плоти в которой есть дух жизни и все живое есть нечто и что-то интересное в 16 стихе и вошел и вошедшие к ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли как Бог повелел ему как повелел ему Господь Бог и затворил Господь Бог за ним ковчег и написано дальше и затворил Господь Бог за ним ковчег и так он не мог выйти но я иду к концу историю он открыл и вышел но здесь Бог закрыл его является это символизмом что Бог закрыл его запечатляет его внутри и все то что он желает спасти и Бог закрыл его там это вмешательство в том что происходит ну можем закрыть можем сделать нет Бог это делает это сам Бог закрыл он сделал еще нечто что не было нешедано первое повеление когда Дана когда Тора была дана на крестяные люди думают ну Моисея написал нет это было написано Перстом Божьим первый раз Бог сам написал здесь Бог сам является частью истории в литературе и есть Деус Экснахима и Деус Экснахима это вмешательство я не хочу сказать вмешательство но явление и сувер естественного в повседневной жизни обыкновенных людей когда Бог сам действует или делает все чудеса на земле они происходили внезапно это суверенное вмешательство или суверенная воля или проведение можно сказать Божье проведение и Бог закрывает это как в театре как бы закрывается это сцена когда сцена именно как бы закрывается и то же самое как бы здесь происходит и земля наполнялась водой или вода увеличилась и вода же усиливалась и весьма умножалась на земле и ковчег плавал по поверхности вод и вода усиливалась весьма умножалась на земле и ковчег плавал по поверхности вод но есть нечто интересное и нечто другое здесь и здесь как бы есть олицетворение и как бы ковчег ходил по воде на иврите опять от слова лех помните что мы говорили о слове лех и посмотрите вода же усиливалась и весьма умножилась на земле это не слово в слово потому что но почему почему на иврите не можно было сказать что ковчег плавал он плавал почему ходил почему используется и ковчег на английском написано и шел по поверхности воды и шел это близко к ходить ну мы поняли но на иврите это написано именно ходил по поверхности воды помните ли вы кто еще ходил по поверхности воды и так этот ковчег я ношу босоножки доходил по воде и вода опять вода усилилась очень она меод меон очень очень усиливалась вода на земле чрезвычайно так что покрылись все высокие горы какие есть под всем небом и дальше мы продолжаем на 15 локтей поднялась над ними вода и покрылись все высокие горы и лишилась жизни всякая плоть движущаяся по земле и птицы и скоты и звери и все гады ползающие по земле и все люди и все что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше умерло и таки мах уничтожен знаете есть земля или и она имеет когда уничтожено ну окей мы поняли но мы поняли что он как бы стер и когда мы говорим о Гитлере или великом враге мы будем говорить да будет его имя просто стерто его имя да будет стерто и как бы вычеркнуто это самое сильное из всех действий и самое явное проявление Божье вы можете чувствовать есть также есть эмоциональное чувство как бы есть есть как бы отвергающее или неприятное как бы Богу неприятно как бы отвратительное ощущение здесь когда дело идет об этом итак мы возьмем перерыв здесь и мы продолжим дальше когда я должен буду идти дольше с этой главой итак благодарю вас мы увидим вас после перерыва давайте похлопаем итак мы поможем здесь через секунду кому из вас нравилось то что вы слышали дает ли вам эту новую перспективу и то что удивило меня то что я думал удивительно о том что он сказал вчера в новостях это была большая статья что было большое было большое море которое найдено под землей больше воды чем на поверхности земли и это те воды которые проходили это не было это не было вода которая сверху и вода которую видела в океане нет это великое количество воды которая пад землей и как называется восьмой месяц а какой седьмой и как назвать седьмой месяц ты шри это седьмой а какой восьмой месяц это кэшван но перед тем как он был назван кэшбан как его называли это был это первая самуила 6 38 или вообще-то третье царство именно тогда произошел потоп итак давайте сказав это встань и помолимся и потом мы будем опять смотреть на учения Дэни итак наш отец наш царь мы благодарим тебя за твое слово и мы не хотим просто знать твое слово мы хотим быть интимно связаны с твоим словом мы хотим по-настоящему знать твое слово в глубине не просто поверхностно и быть просто рады что мы прочитали библию однажды и думать что это оправдывает нас нет мы хотим углубляться глубоко в твое слово не просто понимать твое слово но твое сердцебиение как Дэни говорил что ты был отвращен Бог мы получили наши эмоции от тебя и я прошу чтобы все те кто читают библию они именно имели те эмоции которые ты имел к тому что мы читаем и какова большая картина того что мы видим и так я хотел бы помнить со всех тех кто смотрит нас по всему миру и тех кто здесь с нами поместно и тех кто влаживает в то чтобы распространять твою тору по всем народам мой Бог это все о том чтобы быть светом во времена темноты это когда самый яркий свет будет сиять и мы благодарим тебя за всех тех кто влаживает и распространяет твой свет по всем народам во имя аминь все вместе благословен ты Господь наш Бог Творец и Царь Вселенной ты благословил нас твоей торой правдой ты благословил нас твоим полным советом твоего живого слова силой духа твоего святого через завершенную работу мессии Иешуа ты един насадил посреди нас жизнь вечную благословен ты Господь наш Бог аминь можете идти наперерыв я хотел бы приветствовать всех тех кто смотрит нас по прямому эфиру есть столько много людей которые смотрят нас со всего мира я хотел бы упомянуть тех кто связались с нами у нас есть люди которые смотрят нас именно сейчас в Кене Джамейка с Канадой Скотландии и Израиле есть многие другие но это те которые связались с нами и штатов у нас есть люди в каждом штате почти которые смотрят Алабама Алласка Аризона Аркинсо Калифорния Колорадо Делавер Флорида Джорджио Хавайи Иллиной Кэнзас Кентакки Луизиэн Мичиган Миссисипи Монтэн Миссери Новая Мексика Северная Карелина Охайо Оклахома Пенсилвения Южная Карелина Южная Дакота Теннесси Техас Вирджиния Вашингтон Висконсин Вайоминг и другие штаты Мы просто Любим Всех Тех Людей Еще одно Что я хотел бы Упомянуть По отношению Отрывка Торой Кто из вас Был в Израиле Кому из вас Нравился Длинный полет В Израиле А кто из вас Хочет просто Выйти с самолета Как только вы вышли После 13 Или 15 часов В зависимости Откуда вы летели Смотрите Ной Написано Это было В первый Месяц Это был Какой месяц Тешри Первый день Месяца Это Роша Шана Праздник Труп Когда все Воды Усокли Из земли Но я Снимает Покрова И Открыл окна И увидел И вот Вся земля Суха Итак Кто из вас Хотел бы Выйти из лодки После того Как вы провели год На этом круизе Со всеми этими животными Я хотел бы Просто выйти оттуда А как вы чувствуете Если вы просто Закрыты Замкнуты В комнате Вы не можете выйти Но Или Господь Господь закрыл их там Но И кто из вас На Но кто из вас На самолете Хочет чтобы Какой-то человек Открыл Открыл Эту дверь Открыл дверь Когда вы в воздухе Бог не хотел Чтобы кто-то из детей Наверное Но его открыл 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 Дверь во время потопа И потом Бог открыл Дверь Когда пришло время И Мне интересно То что он не сходил С ковчега До 27 дня Второго месяца И так Он был на ковчеге 57 дней После того Как была земля Суха Задумайтесь Кто из вас Хотел бы быть Еще два месяца В корабле А кто из вас Хотел бы просто Поскорее уйти оттуда Я нахожу это Удивительным Если Бог Закрыл его Там все время А если он не закрыл Я не знаю Если я Спросил бы Бога Если ему выйти Я бы просто Выбежал бы А кому из вас Нравилась проповедь Дэни Мы этим Дать ему достаточно Возможности Закончить То что он учил А потом он будет Учить другое учение О котором я очень Зволнован Давайте Приветствуем Доктор Дэни Бенгиги Благодарю всех И давайте Мы продолжим Я постараюсь Быть экономным С вашим временем Я хочу долго Задержать вас Быстренько Закончим Отрыва Кторый И потом будем Изучать Самый удивительный Предмет на земле Или один из Самых удивительных И Итак Это был на протяжении Сорока дней Сорока ночей И ковчег Теперь был Понят земли И вода умножилась И мы это читали Вода же усиливалась На земле Сто пятидесят дней И не из-за дождя Насколько Насколько Из-за воды Которая из-под земли Итак Теперь будем смотреть На восьмую главу И Бог вспомнил И вспомнил Бог И где был Бог Все это время Он думает О, я вспомнил У меня есть этот человек Там на ковчеге Бог вспомнил Ноя И вспомнил Бога Ной И о всех зверях И о всех скотах И о всех птицах И о всех гадах Пересмыкающихся Бывших с ним В ковчеге И навел Бог Ветер на землю И это Руах Это может быть Или ветер Или дух И воды остановились Это успокоило Утешило Так Руах Вы можете думать Это ветер Сделать Или дух Божий Опять Давайте посмотрим Бытие Помните Бытие 1 Это не просто ветер Потому что там написано Варух Элохим Бытие 1 И дух Божий Носился Над Водами И опять Мы видим это Это не просто ветер Это Дух Божий Это новый перезапуск Это как бы новое творение И закрылись источники бездны И окна Или дымари небесные И перестал дождь С неба Вода же Постепенно возвращалась С земли И стала убывать вода По окончании 150 дней И давайте Мы будем знать Нет больше воды Которая переступает Сверху или снизу Из под земли Из подкорки земли Или Из небес И я хотел бы Я хотел бы Быстренько заметить Следующее Вода же Постепенно возвращалась С земли И слова на иврите На иврите это значит Вперед и назад Вперед и назад Что это значит Что вода Перешла Вперед и назад Написано на русском Постепенно А на иврите написано Вода Вперед и назад Вперед и назад Как это перевести? Напоминает нам Как Это может Показывать процесс Это напоминает нам О приливе И отливе Но это также Это также Использовано В современном иврите Давайте не будем Мешать эти два значения Это значит постепенный процесс Того Как вода Убывает И в конце 150 дней И Стала убывать вода По окончании 150 дней И остановился Ковчег В седьмом месяце В семнадцатый день На горах Араратских Вода постоянно убывала До десятого месяца В первый день Десятого месяца Показались Верхи гор Итак Это было И потом Были видны По прошествии Сорока дней Ной открыл Сделанное им окно Ковчега И выпустил Ворона Итак Орев На английском И на иврите Ворон Слово ворон Очень похоже Орев И опять И ворон Яцовашов Он Вылетает И возвращается Назад Мы знаем Что ворон Пошел Вылетел И потом Возвратился И прилетел Назад Это то же самое Здесь как бы Используется Для воды Это не просто Постепенно Убывает вода А это Яцовашов Это как бы Уходит И приходит Убывает Прибывает До того Пока Сушилась земля От воды Человек здесь Во время перемены Спросил меня Хороший вопрос Все Что произошло Со всеми рыбами И всеми Теми Кто в море Я не знал Но потом я думаю Опять Я должен проверить Каждый стих Написано Что Что он Убрал Всю жизнь С лица земли Это было Большим преимуществом Быть рыбой В то время Звучит Очень странно И допустил От себя Голубя Чтобы Видеть Сошлали Вода С лица земли Но голубь Не нашел Места покоя Для ног Своих И возвратился К нему В ковчег Ибо была вода Еще на поверхности Всей земли И опять И просел Руку свою И взял Его И принял К себе В ковчег И помедлил Еще семь дней Других И опять Выпустил Голубя Из ковчега Голубя Иона Это То же самое Имя Как Иона И Опять Или похоже На то имя Иона И опять Выпустил Голубя Из ковчега Голубь Возвратился К нему В вечернее время И вот Свежий Масличный Лист Во рту У него Какой Символизм Масличной Ветви Это мир Это мир И мир Это Противоположная Хаосу И был Хаос опять Здесь И она Переносит Ему Знаете Это очень Символично Она Переносит Ему Олив Маленькую Оливковую Ветв Она Переносит И это Символизирует Собой Мир И он Ждал Еще Семь Дни И Ной Он Померил Еще семь Дней И выпустил Голубя И дальше Написано И Открыл Ной Кровью Ковчега И посмотрел И вот Обсохла Певерхность Земли И во втором Месяце К 27 Дню Месяца Земля Высохла Это во второй Месяц Опять Земля Высохла И сказал Господь Бог Ною Он Говорит Выйди Перед этим Он сказал Построй Себя Как бы Очень В следующую Неделю Мы поговорим О важности Этих слов Это Смягченное Смягченное Такое Повеление Такое Как бы Не Не приводя К Непосредственному Действию Или К Срочному Действию А сейчас Бог сказал Ему Теперь Выйди Как бы Сейчас Это сделай Это более Повелительно Выйди Из Ковчега Ты Не как Он сказал Ему Чтобы он Зашел Так О Ну Бери Сколько тебе Надо Времени Строя Себя Нет А здесь Бог говорит Ему Очень Ясное Очень Быстрое Повеление И Есть Нету Времени Для того Чтобы Замедлить Этот процесс Перезагрузки Закончился Выйди Из Ковчега Ты И Жена Твоя И Сынов Твои И Жены Сынов Твоих С тобою Выведи С собой Всех Животных Которые С тобою От Всякой Плоти И Из Птиц И Скотов И Всех Гадов Приспыхающихся По земле Написано И Дальше написано И С ровной Жертвы Господу И Взял Из Сякого Скота Чистого И Сех Птиц Чистых И Перенес Во Всесожжение На Жертвенники И Так Есть Лицотворение Божье Он Не Настолько Отличается От Нас В Связи Или Смотря На Писание И Обонял Господь Приятное Благоухание И Сказал Господь Бог В Сердце Своем Не Буду Больше Проклинать Землю За Человека Потому Что Помышление Сердца Человеческого Зло От Юности Его Это Лишь Что Произошло Дай Ему Хорош Обед Или Завтрак Будет Хороший Запах И Все Бог Не Будет Больше Уничтожать Нет Не Так Не Буду Больше Проклинать Землю За Человека Потому Что Помышление Сердца Человеческого Зло От Юности Его И И Ецер Это Ецер Это Основное Желание Например Это То Что Как бы Вас Побуждает И Это Желание Это Побуждение Или Желание Это Неотразимое Желание Выжить И Желание Человеческое Зло От Юности И Не Буду Больше Поражать Всего Живущего Как я Сделал Итак Бог Поражал Но Не Одновременно Все Живущее И Здесь На всех Не буду Поражать Всего Живучего Именно На всего Здесь Ударение Ставится И Он Дал И Он Также Дал Эти Переделения Передь Во все Дни Земли Сеня И Жатва То О чем Пасыр Здесь Учит Эти Все Годы Времена Сезона И Как Это Сочетается С Большими Мероприятиями В Истории Сени И Жатва Холод И Зной Лето И Зима День И Ночь Не Прекратятся Итак Когда Это Будет Продолжаться Поскольку Я Не Буду Поражать Всю Землю Итак Чтобы Закончить Эту Перезагрузку Или После Подтворения Что Он Сделал Он Сказал Адаму Что Адаму Еве Размножайте И То же Самое Здесь И Блацвил Бог Ноя И Снов Его И Сказал Им Плодитесь И Размножайтесь И Наполняйте Землю И Обладайте Ею Как Он Сказал И Бытие 1 1 1 Так Это Перезагрузка Земли Написано Дострашаться И Дотрепещут Вас Все Звери Земные И Весь Скот Земной И Все Птицы Небесные Все Что Движется На Земле И Все Рыбы Морские Ваши Руки Оттаны Они Итак Человек В контроле Над Животными И Он Сказал Это Адаму Ты Будешь Обладать Или Ты Будешь Над Ними Как Бы Над Ними Бог Именно Адам Дал Именно Животным Итак Он Обеспечивает Новые Детные Законы И Он Говорит Все Движущееся Все Движущееся Что Живет Будет Вам В Пищу Это Говорится Все Движ Все Движемся Итак Написано Как зелень Травную Дую Вам Все Но Вот Приходит Очень Приходит Важный Принцип О Мясе И о Крови И Еврейский Закон Исполняет Это Очень Строго До Сего Дня Это Важная Часть Кошерности Только Плоти С душою Ее С кровью Ее Не Ешьте Я Взащу И Вашу Кровь Которая Жизнь Ваша Взащу Ее От Всякого Зверя Взащу Также Душ Человека От Руки Человека И От Руки Брата Его Кто Прольет Кровь Человеческого Того Кровь Прольется Рукою Человека Ибо Человек Созлан По Образу Божьему По Образу Божьему Потому Что Тот Кто Сделает Это А Почему Он Объясняет Здесь Интересно Почему Он Будет Настолько Суров Именно Об Убиении Других Людей Именно Об Убиении Других Людей И Объясняет Это В 6 Стихе 9 Главы Потому Что По Образу Божьему Он Создал Человека И Бог делает Это Не Один Творение Человека Бог Не Один Сотворил Он Говорит Им Там Давайте Мы Давайте Делаем Людей В нашей Форме В нашем Образе Есть два Словные Врите Что Это Значит Нет Он Должен Был Использовать Два Слова По Форме И По Именно Образу Есть Больше Чем Один Образ И Одна Характеристика Отличающая Бога Человека Или Итак Образ Или Форма И То Что Сделано По Образу Его Мы Не Можем Смотреться По Другому Если Мы Сделаны По Образу А Какое Еще Слово А Другое Слово Значит Мы Также Мы Получили Некоторые Внутренние Способности Божьей Потому Что Мы Знаем Это Правда Смотрите Как Человек Далеко Достиг Из-за Первого Греха Крадения От Дерево Знания Это Удивительно Когда Он Выгоняет Человечество Из Сада Имдемского И Сделай Это Чтобы Они Несились Другого Дерева Дерева Жизни И Они Будут Как И Мы Итак Они Украли От Одного От Дерева Познания Познание Не просто Как вы Думаете Вся Наука Вся Идея Науки И Знания Способность Различать Между Правильным И Неправильным Отнанизываем Хорошее Или Плохо В моральном Принципе Но В науке Это Эмпирическая Наука И Это Основа Каждой Науки И Это Эмпирическое Как бы Мышление Мы Украли Эту часть Информации И он Говорит Вы не можете Быть здесь Больше Помните Мы Делали По его Образу И По его Форме Он Говорит Если Вы Останетесь Если Он Съест От Того Они Будут Итак У нас Не Была Вечная Жизнь Да Воскресенье Приходит И Она Заполняет Итак Почему Это Не Сделать Потому Что Он Сделал По Образу Божьему Здесь Используется Одно Слово И Вы Размножитесь И будете Плодиться В земле И Сказал Бог Ной Сынам Его Вот Я Поставляю Завет Мой С вами И С потомством Вашим После Вас И Со Всякой Душой Живой Которая С вами С Птицами Со Скотами И Со Всеми Зверями Земными Которые У вас Со Всеми Вышедшими Из Ковчега Не Будет Больше Это Не Будет Больше Средства И Агента Хаоса На Земле Это БЛ Я Покажу Вам Это Больше Через Секунду И Полагаю Радугу Мою Облаке И Полагаю Радугу Мою В Облаке Чтобы Она Была Знамением Вечного Завета Между Мною И Между Землей И Будет Когда Я Наведу Облако На Землю И То Я В Облаке То Я В Облаке И Я Вспомню Завет Мой Который Между Мною И Между Вами И Между Всякою Душою Живою Во Всякой Плоти И Не Будет Более Вода Потопом На Истребление Всякой Плоти И Дальше Мы Смотрим И Ноя Сказал Опять Этот Завет И Сыновья Ноя Вышедшие Из Ковчега Были Сим Хам И Офет Хам Жабыл Отец Ханаана Ханаан Вы Говорите Наиверите Кнаан Есть Сема Которая Здесь Мы Не Обсуждали Я Знаю Вы Знаете Но Я Думаю Большинство Людей Это Не Знают Какое Имя Кнаан И Значение Слова Кнаан И Некоторые Из Вас Знают Ничто Наиверите Не Просто Случайно Каждое Имя Значит И Име Значение Нет Просто Случайного Совпадения Но Значит Взять Что-то Или Чтобы Взять Что-то Из воды Это Имя Моисей Я Учу Везде Куда Они Шел И Слово Валаам Помните Историю О Вламе Бил Ам Будь Элем Будь Элем Опять Это Он Он Был Жрецом Или Очень Сильным Очень Авторитетным И Царь Его Нанимает Чтобы Он Проклял Израиль Он Сверхстественно Проклял Сильный Благословлять То Что Всяка Компания Знает Вы Должны Быть Высоко Над Вы Должны Быть Высоко Над Предметом Который Вы Хочете Или Субъектом Обычно Кафедры Выше Именно В университетах Потому Что Когда Вы Учите Благословляете Вы Проявляете Силу Знание Энергию Сверху На Низ Ставить Или Благословение Или Проклятие Или Учение Или Что бы Это Не Было Итак Этот Человек Хочет Нанять Кого Проклясть Израиля В Критический Момент Истории Израиля В Их Восшествие В обитованную Землю Они Там Снизу А он Там Наверху Горы И Он Проклянет И знаете Если К нему Говорят Ослицы И Бог Старается Остановить Его Но Он Все равно Играет С ним Потому Что Он Мог Бы В Минуту Поразить Его Но Он Позволил Этому Сучиться Он Позволил Позволил Этому Произойти Аж До Последней Секунды И Имя Б Валаам На Еврите Это Две Слова Это Будь Эл И В Первой Часть Плохим Злым Замешательство Все Это Плохое В Этих Двух Буквах И Ам Бел Это Значит Говорить Зло А Ам Значит Люди И В тот Момент Когда Тот Младенец Родился Много Лет До Того Как У Него Была Та Задача Проклясть Израиля Что Его Матила Она Говорит Иди Сюда Проклят Проклинающие Народы Это Проклинающие Народы И На Иврите Это Именно Его Как Бы Это Судьба Судьба Этого Человека В Имени И У нас Нету Времени Углубляться В Это Хам Был Отцом Хана Ана И Это Потом Был И Из Этих Трех Все Все Население Земли Было Заселено И Ной Начал Возделывать Землю И Насадил Виноградник Он Был Фермером Итак У него Есть Виноградник Если Есть Виноградник То Есть Виноград А если Виноград То Есть Вино И Видел Хам Отец Хана Ана Наготу Отца Своего И Выйдя Рассказал Двум Братьям Своим Виноградник И Сказал Проклят Ханан Сказал Проклят Ханан Раб Рабов Будет Он У Братьев Своих А на иврите Хана Корневое слово Ханана Хафнун Айн Это значит На иврите Чтобы сдаться Чтобы подчиниться Смотрите Само имя Очень легко Даже евреи Израильтяне Они скажут вам Сразу Вы должны Задуматься В этом способе Мышления Что Знать Каково Значение Слова Каково Итак Наан С имя Хана Кув Наан Уин Айн Это значит Сдаться Подчиниться Судьба В имени Она Именно Встроена В само имя Хана Я думал Это очень Через всю Библию Мы видим Ханан Ханаан А это их Судьба Их судьба Была Осуществлена С того момента Как Бог Сам Вообще-то Ной Сам Я сказал Это проклятие И в то же время Написано Написано Да Распространит Бог Иофета И да Веселится Он Шатрах Симов Ханан Ханаан Будет рабом Ему Он Будет Подчиняться Ему Это как бы Игра слов Здесь написано На иврите Он делал Красивые вещи Из красивого Ефе Итак Бог Делал Красивые вещи Не просто Великие Если вы посмотрите На кореневое слово Это также Патах Но это значит Открыть Есть два кореневых слова Одно это Открыть Каждая J Или Это Е На иврите Иисус Это Иисуса На английском Чуть-чуть По-другому Грамматика И он Может Иофет Это значит Он сделал Великие Красивые Вещи Для него И он Обитал В Шатрах Сима А Хадан Был Ему Рабом Это Большое Наказание С самого Начала Или Жил Ной После Потопа 350 лет Итак 600 Это было Ему Лет Потом Еще 350 Это Сколько Он Жил 950 Лет 950 Лет И он Умер И мы Пропустим Все Это Родостовие Я Делился Об этом С вашим Пастырем В 10 Главе Бытие 7 Стих Написано Это написано Мы говорим О сыновьях Хама Отца Ханаана Сына Хуша Сева Хавила Савта Рама И сыны Хама Хуш Мицраим Фуд И Ханаан Сыны Хуша Сева Хавила Савта Рама И Савтех И эти два слова Значит Дедушка И Савта Это то же самое слово Это значит Бабушка И это интересно Странно Что они являются Здесь В имени И это Это имя Для дедушки И бабушки И дальше Вам понравится Это Восьмом Стихе То же самое Глава Восьмой Стих Хуш Родил Также Немрода Сей Начал Быть Силен На земле И вы знаете Историю Немрода Вы знаете Историю Кто он был Таков И он был Сильный Зверлов Пред Господом Богом Библия Также Говорится И использует Идиом А потому И говорится Сильный Зверлов Как Немрод Пред Господом Богом И дальше Мы узнаем Что его Царство Его Оно вначале Составляли Вавилон Вавилон Эрех Акад И халне В земле Сенаар Так Немрод Это не просто Имя Он был Лидером Вавилона А что Народ Вавилона Дел О чем Они были Знаменитые Построили Башню А какое Было Назначение Они Восставали Против Бога Восставали Против Бога Немрод И само Имя Немрод Это Происвете Из корневого Слова Немрад Это значит Восстать Его Имя Это Восстающее Это значение Его имени Это было Предназначение Которое Именно В его имени Предназначение Немрода Было Чтобы восставать А теперь Я хотел бы Сказать вам О Вавилоне Я прочитаю Вам Нечто Интересное О Вавилоне Вавилон Это был Большой Город В Древней Месопотамии Именно Это Слово Происходит Из Бабили Что значит Врата Божьи Или Врата Бога С маленькой Буквы Бога А мы Предпочитаем Верить Богу Народ Вавилона Постарался Построить Башню Которая Верхушка Достигла Неба Бог Наказал Их За Их Высокомерие И Это Место Называется Вавилон Или Башня Вавилонская Потому что Бог Там Смешал Языки Народов И Смешал На иврите Это Белал Белал Тоже Самые Две буквы Б и Л Бет и Ламед Тоже Самые Две буквы Б и Л Бет и Ламед Которые В слове Мабуль В потопе Замешательство Смешательство Тоже Самые Буквы Бевуль И Кореневой Корень Замешательство Знаете Большинство Корней На иврите Это Три буквы Корень Это значит Основа Каждого Действия Это Ламед Каждое Кореневое Слово 95% Еврита Основано На Кореневых Словах А кореневые Слова Это Из трех Букв Обычно Кроме В этом Кореневые Кореневое Слово Замешательство Это Би Эл Би Эл Би Эл Дважды Чтобы Просто Поставить Ударение На Хаос На Замешательство Которое Прячется В этих Двух Буквах И Это Может быть Выглядит Не странным Заметьте Что Би Эл Ваал Также Хананский Бог Это Бог Ханаана Это Ваал И там Есть Би Эл Или Вэл Также Будьте Осторожны Из Би И Эл Потому Что Не там Чтобы Смешать Замешать Нашу Жизнь Еще Древний Бог Называется Бел Также Написан Теми же Буквами Он Связан С Вавилоном Опять Вавилон И смотрите На этот Сихи Взят Вавилон Бел Итак Иеремия 52 Иеремия 50 Глава 2 Сих Взят И Бел Ограничен И Также Написано И Я Накажу Бел Вавилоне Я Накажу Бел Вавилоне Иеремия 51 44 И Бел В Бабилоне Это На Иврите Звучит Интересно Именно Так Бел Мибавел Это Так Звучит Очень Много Б И Очень Много Л И Теперь Думаю Знаете Откуда Приходит Бла Бла Это Замешательство Я пропущу Потому что Мне надо Дойти До Другого Предмета И 14 Стих Патрусим Каслухим Откуда Филисимляне И Кафторим Есть Люди Которые Называют Себя Филисимляне И Это Как Палестинцы Называют Себя После Народа Которые Не Связаны С Богом Это Народ Язычников Я Не Зачем Не Ответ Себя Таким Образом Смотрите История Имеет Очень Интересные Моменты Но Также Имеет Умысленное Называя Кого-то Или Нечто Или Какое-то Место Вы Уже Ставите Какой-то Стандарт И Атаманская Империя В Турции Она Владела Над Израилем 400 лет Ровно 400 лет И Ушла В 1926 Году Но 400 лет Они Проявили Этой Землей Знаете Что Турецкая Амперия Атаманская Амперия Знаете Как Называли Святую Землю Они Называли Е Земля Израиля Эрит Израиль Они Мусульмане Осознавали Связь Израиля Народа И Ее Земли И Они Называли Кто Овладел Землею Израиля Великая Британия И Первое Что они сделали Каково Имя Они Дали Земле Палестина И Теперь Боли Не Будет Называться Землей Израиля Как Турки Называли 400 лет Даже Римляне Называли Это все равно Была Земля Израилева Но Теперь Они Вычеркнули Имя Израиля Из Земли И Назвали Палестина Почему Не Было ли У них Достаточно Историков Там В Лондоне У них Есть Великие Университеты Оксфорда Кембриджа Не Знали Лени Лучше Чтобы Назвать Землю Всю Землю После Злого Врага Израиля Идолослужителей И которых Бог Ненавидел Вместо Чтобы Называть Землю Ее Настоящим Именем Это Дает Имя Слову Они Не Потом Киев Симпцев Они Исчезли Они Исчезли Из Леса Земли Чтобы Не Возвратиться До Того Как Великая Британия Опять Воскресила Их Народ Который Является Языческим И Называют Святую Землю Землю Палестиной Из Этого Имени Пришла Идея Палестинцев Хотя Если Если Вы Посмотрите Культурно И Языки Нет Разницы Между Арабами Которые Живут В Израиле Или В Палестине Или В Игипте Или В Ирдане Сирии Они Все То же Самое То же Самое Язык То же Самое Обычаи И Теперь Они Взяли Это имя Палестинцы И Это не древнее Да Они жили там Даже Библия Упоминает Арабов В земле Они Не называются Этим У них Не было Такого имени Называть Эту Тем Именем 1930 Годов Опять Это Другая Тема Я учил Класс Про Радикальский Излам И И Идеология В средние века И вы Учитесь Как Как мы Знали От 11 Сентября До Того Происшествия Как это Произойдет Вся Эта Идеология Радикального Излама Все Ясно Расписано В их Книгах Ж От Ханана Это был Сидон Это Одна из Великих Одна из Великих Опор Хамаса Именно Сидон Это Там где Хамас Это их Как бы Крепость Сейчас Считается Я был там В 1982 И Сидон Там где Сейчас Хазбалла И Где Сейчас Много Ракет По земле И Газа Упоминаются В одном И том Жестих 19 Стих И Были Пределы Хананев От Сидона К Гергару До Газы Знаете Газа И Сидон Где Хазбалла И Хамас Они Здесь Упомянуты В одном Стихе Не только Они Но А Содом И Гамора В том же Стихе А Судак Содом И Гаморе В 19 Стихе Есть Больше Здесь Давайте Посмотрим На другой Примет Давайте Посмотрим Мы Назовремя Невероятная Измена Времени В Еврейской Библии Я Говорил На конференции Была Большая Конференция Пророчеств Я Сказал Людям Я Сказал Люди Верят Что Пророчество В Библии Принадлежит Пророку И Это только В пророческих книгах Иса Иеремия Амос Ответ Нет Ответ Это то что Пророчество В каждом Стихе Библии Каждый Стих Он пророческий Это не просто Сказать это Другими словами Ну Нет Нет Есть Доказательства И Невероятное Поразительное Время Переворачивается Как бы Переворачивается Ног на голову В Еврейской Библии Итак Мы называемся Измена Времени Или когда Время Переворачивается И И пастырь Показывает Это как гвоздь Это выглядит Как гвоздь Это значит Конец Если я сказал бы Знаете Как тебя зовут Я сказал Дэни И Майкл Я сказал Дэни И В Майкл Я сказал В Связал бы С Майклом Или Майкл и В Дэни Это становится Приставкой Но это не просто Невинная Вав Или конец Оно не одно Оно связано Следующим стихом В Библии В Еврите Это Перемещающаяся Или Которая Соединяет Нынешнее с будущим И будущее с нынешним Что это значит Давайте посмотрим Даже в самом начале Когда Бог сотворил землю И написано И Бог сказал На вашем английском Да будет свет Хотя он это не сказал И Бог сказал Да будет свет Он не сказал Да будет свет Но он сказал что-то другое Я хотел бы На друга поставить ударение Вай омер Йомер Йомер На иврите Йомер В начале Глагола Это всегда О будущем Итак Что происходит здесь А вав Ва Йомер И Бог сказал Это меняет Это вав меняет Из будущего В прошедшее И это значит И Бог сказал Потому что сам глагол Он в будущем Но это вав Делает Или переворачивает В прошедшее время И Бог сказал Он не сказал Да будет свет Что он вообще это сказал И это Нету такого На английском Именно нету Такого Нету такого Времени Это не значит Да будет свет Да будет Это очень Слабое выражение Это Говорит Что Бог Спрашивает Какого Рата Чтобы Сотворил свет Да будет свет И вот Сработал Нет Сам принцип Который заложен В том Что он сказал Это очень важно И Бог Божье слово Также является действием Нет Никакого Времени Или нет Нужды Для Какого-то Разрешения Как будто Да будет И Чуть-чуть Времени Прошло И потом Нет Он говорит Будь свет Будь свет Это повеление И сказав это Был свет Нет посредничества Нет Никакого Промежутка Времени Нет Нет Никакого Никакого Рассоединения Между Между Самим сказанным Словом И Происшествием Но есть еще больше Есть еще больше Здесь Знаете Есть то Что мы Назваем Тетра Тетра Гранофом И Юд Хей Вад Хей Есть люди Есть группа Которые стучат И они Блавесики Яговы И Почему Ты стараешься Таким Ты не Ворюешь Это имя И Тяжело Объяснить Потому что Люди Говорят Имя Господне И используют Это имя А что я Лучше Чем кто-то Нет Люди Спрашивают И был Стыдный Момент В конференции Конференции Мессианских Лидеров Америки И Меня пригласили Говорить Но я Не лидер Я просто Учитель И Президент Гаврил И Спустил Это имя Много Я Закончил Свою речь И я сел Медиатор Равин Из Техаса Он сказал И Дэн Бен Гиг Хотел что-то сказать Он сказал Нет Я видел Что он хотел Сказать что-то Что ты делаешь Со мной Я не буду Ну Хотел бы Опозорить Иди И Президент Сказать Ну если хочешь Что-то сказать И Очень неловко Я знал Как Я смотрю Я взял Человека Который Казал Что у него Живой отец Я Сказал Как тебя зовут Я спросил Как тебя зовут Он сказал Давид Я сказал Давай скажем Это так Тебе нужна помощь И ты звонишь Своего отца Позвонил Эй Давид Мне надо 500 долларов Он говорит Нет Нет Он говорит Нет Нет Я говорю А что я неправно Сделал Не сказал ли ты Что-то твое имя Давид Давай Опять сделаем Не Дэйв Я позвонил Эй Давид Мне надо 500 долларов Он сказал Нет Нет Я спрашиваю Что такое Ты сказал Мне только что Его имя Давид Тебе надо Что-то Давид Мне надо 500 долларов Нет Нет Так не работает Он сказал Нет Итак В чем проблема Как ты называешь его Я его назву И скажу Папа А почему ты Сделал бы это Его имя Давид Из уважения А я сказал Имели вы То же самое Уважение К Небесному Отцу Есть 342 имени Для Бога Всемогущие Эл-Шадай Многие имени Адоней Эл-Хим Гошем И в одном из них Это суть Это Это суть Имени Божьего И что я имею ввиду Именно суть Имени Божьего Почему это Именно суть Имени Божьего Те четыре буквы Юр-Хей-Вар-Хей Они проявляют Они везде Они часть вашей ДНК Это часть нашей ДНК Как? Четыре буквы Первая Это когда он сказал Будь свет Будь на иврите Это Юр-Хей 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 Итак Он творит Используя свое имя Юр-Хей Это Еще один Юр-Хей Каждая из этих букв Значит Симфозирует имя Божье Но вместе Юр-Хей И Юр-Хей Он использует Свое имя Для творения Если вы смотрите На уровне существования Мы знаем прошедшее Мы можем относиться К прошедшему К будущему И можем относиться К настоящему времени Итак Прошедшее на иврите Это Был Это Хай-Я Это Хей Юр И Хей И опять Божье имя В прошедшем А что насчет Будущее Будет Юр-Хей Юр-Хей Дважды слово Я В слове Будет Если те Кто скептики Они говорят А это Совпадение Смотрите На слово Настоящее На иврите Ховей Как и Само имя Это три буквы Его имени Просто Ю там нет Итак Все о будущем Прошедшем И настоящем Уже Вложено В его имени И он творит мир Своим Именем Будь И то слово Будь Это Ехей Но это Использует Своё имя Для творения И это может быть Подсказка Того Почему Из 613 Заповедей Библии Большинство Из них Не относятся К обыкновенным людям Это Жертва И тому подобное Но 10 из них Стали 10 Как бы Самых больших И одна Из этих 10 И важная Говорит На иврите Не Используй Не бери На английском Не бери Моё имя Напрасно На иврите Это не бери Это Непревозносимое Имя Наса Иврит Очень точен Вы можете Сказать Слово Человеку Вы можете Сказать Но вы не можете Сказать Божье имя И вы также Не можете Сказать Молитву На иврите Это Кто спел Эту Песню Это не может Работать На Иврите Вы можете Превознести Молитву Вознести Молитву Наса Вознести Говорить Это На одном Уровне Вы можете Говорить И Человеку А Богу Вы возносите Свою Молитву И то же самое С молитвой Любой разговор Имеет Направление Вот почему Заповедь На иврите Относится К Божьему имени Написано Не возноси Имя Бога Адонай Твоего Бога Напрасно Вопрос А что значит Напрасно Если кто-то Молится Об исцелении Человека Сказали Это Не Напрасно Молится Об успешности Своего Сына И Использует Имя Божье Это Не Напрасно Потому Что Это Будет Спасать Людей Это Важно А что Если Он Молится О Зеленой Бентли И Серебряной Мерседес Одна Для Одного Времени Друга Для Другого Божье Скажет Но Это Может Быть Напрасно Нет Может Чуть Чуть Это Напрасно Если Это Напрасно А Где Хранится Того Что Напрасно И Что Не Напрасно Если Мы Не Знаем Четкую Линию Есть Два Подхода В Еврейском Металитете Относясь К Заповедям Божьим Вы Будете Удивлены Что Иисус Взял Одну Из Них Знаете Какой Вы Не Знаете Два Способа Не Закон Который Устранен Люди Продолжают Повторять Что Значит Что Мы Уже Больше Не Под Законом Вы Можете Взять Ножку Убить Насиловать Какой Закон Нет Нет Есть Определенные Законы Но Закон Божий Он Все равно На земле И Христиане Они Исполняют Эти Законы Написано Написано Не Используй Имени Моего Напрасно Или Преозносить Моего Имени Напрасно И Мы Не Знаем Что Такое Напрасно И Есть Два Подхода Как Мы Интерпретируем То Что Бог Просит И Одно Из Них Это Куля Это Значит Ну Легкомысленно Вы Видите Кого Вы Едете Видите Там Знак 50 Майлов Час Вы Думаете Нет Никаких Полицейских Едешь 75 И Нет Большой Проблемы Ну Легкомысленно Относится К закону Это Называется Куля Закон Не Кушай Это А Ты В А Нет Большой Проблем В Этому И Ты Кушаешь А Другая И Иисус Взял Это Хумра Хумра Значит К Крайности Это Значит Экстриме Крайности Даже Если Есть Один Процент Один Процент Того Что Будет Нарушение То Не Будешь Брать Даже Если Будешь Смотреть На Ту Женщину Ты Уже Просто Смотреть Хумра Смотреть Он Знал Сердце Человека Это Уже Грех Это И В Многих Других Сферах Он Использовал Хумра А Не Кула И Можно Говорить Я Лично Не говорю Никому Что Говорить Я Ничто Но Вы Решайте Как Вы Относитесь К этому Я Просто Писняю Почему Евреи Не говорят В чем Проблема Вот В чем Проблема Они Берут Хумра Это Хотя Может быть Хорошо Сказать Приходим Во имя Господне Есть Многие Имена Господни Итак Это Вав И Бог Сказал Моисею На вашем английском Написано Я Есм Ху Я Есм Правильно? Он Говорит Да Правильно Нет Правильно Он Не Говорил Это Он Говорит Так Ты Скажешь Народу Израильскому Я Есм Послал Меня К вам Исход 3.14 На самом деле Он Сказал Послушайте Слова Послушайте Слова На Иврите Он Говорит Опять Часть Его Имени Знаете Опять Алев в начале Это глагол В будущем Времени Он Говорит Самое Пророческое Самое Пророческое Во всем Библии Он Говорит Я буду Тем Кем Я буду И ты Скажешь Что Я Послал Тебя Я буду Пошлю Тебя Пророк Может Сказать Я Есм Любой Пророк Потому что Он Знает Что Он Сейчас Но Он Не Там В Будущем Он И Зак И Никакой Другой Пророк Но Бог Может Сказать Я Буду Тем Кем Я Буду Он Говорит О Будущем Очень Пророческое Очень Сильно Помните Это Пожалуйста Придите В следующую Неделю У нас Есть Хороший Материал Для Следующей Недели Думаете ли вы Вам Понравилось То есть Василий Может Дождаться До Следующей Недели Не Переносите Собой Друга Мы Как Но Через Несколько Недель У нас Будет Два Сужения Итак Давайте Встанем Скажите Вашему Другу Чтобы Они Были В Пожамах И Смотрели По Интернету Итак Как Бог Повелел Моисею Сказать Арону И Не Только Блазовлю Мой Народ Я Также Начертаю Мое Имя Кто Из Вас Хочет Чтобы Его Им Было На Вас И Он Сказал Им Сказать Да Блазови Тебе Господь И Сохрани Тебя Да Презирет На Тебя Господь Свет И Лицем Своем И Помилуй Тебя Да Братит Господь Лицем Своем На Тебя И Дай Тебе Имя Это Прекрасное Имя Айя Ахайя Ашер Аминь